Мы сейчас не проснулись. Здравствуйте, ребята! Я смотрю, теперь отстаяли немножечко, а тут замороченные какие-то были. Сегодня вы в гостях у сказки. И мы рады вас приветствовать в нашем прекрасном, всегда уютном новогоднем зале. Новогоднего вам настроения желают наши ребята школьного театра. Сегодня они для вас подготовили сказку «12 месяцев». Кто-нибудь читал эту сказку? Да! А в каком классе вы учтете? «Интой!» Ну, надо же, как вы опережаете события. Сказку эту изучают в четвертом классе. А вы вот в первом классе уже знаете эту сказку. А какие основные герои этой сказки? «12 месяцев». «12 месяцев». А какие это месяца? Давайте вслух, громко. «Январь». «Январь». «Евраль». «Марь». «Апрель». «Марь». «Июль». «Июль». «Авус». «Семчавр». «Обчавр». «Намеравр». «Семчавр». «Вы представляете, сколько месяцев сейчас вам в гости придут? Сразу все вместе. В один день. Все 12. Хотите увидеть? «Да». «Готовы увидеть?» «Да». «А как будем встречать наших актеров?» «Вот так еще, громко. Вот так. Молодцы. Итак, сказка начинается. «Холодно, холодно, холодно». «От мороза дух захватывает!» «Слабы набегу, к снегу прибежать!» «Белки, а белки, давайте играть в горелки!» «Солнце оглекать, песну зазывать!» «Слабай, Слабай!» «Слабай!» «А кому первым гореть?» «Кому выпадет, считаться будет!» «Считаться?» «Так считаться!» «Косай, косай!» «Не ходи, пальцы, ходи, обутай, лапочки закупь!» «Если будешь ты обут, волки зайца не найдут, не найдет тебя ветведь, выходи, тебе гореть!» «Гали, гали, гали, ясно, чтобы не погасло, глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят!» «Не догонишь! Не догонишь!» «Не догонишь!» «Не догонишь!» Ха-ха! Ха-ха! Ой, сверху! Это как... Вот, говорит, у меня короткий! Ха-ха! Сама бы не услыхала, никому бы не поверила! Здравия желаю, красавица! Ты чему же это радуешься? Клад нашла ли, новость хорошую услыхала? Ой, да вы не поверите! Да как не поверите? Мы, солдаты, на своем веку всего наслышали, всего наглядели. Верить-то верим, а в обман не даёмся. Здесь саяц с белками на этом самом месте в горелки играли. Ну... В самом деле, прям как наши реметишки на улице. Скажи нам милость. Вот вы не верите. Да как не верить? День-то нынче какой. Старому году конец, а новому начало. А под Новый год всякое случается. А чего ж тебя в такую стушь сюда занесло? Я-то человек подневолен, меня сюда начальство отрепило. А тебя-то за что? Да и я... Ну, по своей воле пришла. Да как же тебя мать-то отпустила? Мать бы не отпустила. А вот мальчика послала хороста набрать, дров не рубить. А-а-а-а... Так ты сирота знаешь. То-то у тебя и амуниция второго взрыва. Верно, нас и гостья продувает. Давай-ка я тебе помогу, а потом и свое дело примусь. А какое у вас-то дело? Да елочку мне надо сорвить, чтобы гущей ее не было, и стройней ее не было, и зеленей ее не было. Это ж кому эта такая елочка? Как кому? Самой королеве. Неужели наша королеве еще елочку нужна? Ну, а чего же не нужна? Она хоть и королева, а не старше тебя. Ой, да мне-то уже не дает. Что делать? Ну, тебе велять некуда, а у нее время есть. Как померли ее родители король с королевами, так и стала она полной хозяйкой себе и другим. Это, получается, и королева у нас сироган? Ну да. Жалко ее. Да, а как не жалко? А давайте-ка я вам одну елочку покажу. Ой, красивая елочка. Веточка в веточку. Ну что ж, покажи, раз ты тут в лесу своя, Что ж зайцы и белки перед тобой в горевки играют. О, брат, принимай хозяйство, Как будто все у меня в порядке. С небу нынче довольна, Верезка по пояс, С толстого колена. Переворозка распрятаться можно, Беды уж не будет. Мы свое время за тучами прожили, Теперь и вам солнышком помаловаться не грешно. Спасибо, брат. Беда. Беда, ты слава на буракоту. А что, на речках и на озерах крепко лед стал? Крепко. Да не мешать еще подморозить. Подморозим, подморозим, За нами дело не станет. Ну а теперь, брат, Пора к нашему празднику готовиться. Пахни-ка рукавом, Ты без здесь еще хозяин. А не рады ли? За вечер еще далеко. Да вон и санки чистые стоят, Значит, люди по лесу бродят. Забали в тропинки снегом, Им отсюда и не выбраться. А ты полигонку начинай. Потуй ветром, помети метелью. Гости догадаются, что домой пора. Ведь не поторопься, Так они дополнительные шишки до суча будут собирать. На то они и люди. Ну что ж, начнем помаленьку. Верные слуги, зимние вьюги. Заметите все пути, чтоб чащу не пройти. Ни конному, ни бешему, ни леснику, ни лешему. Видите, какая она сыгралась? Прямо сказать, новогодняя. Ничего не видать. Сейчас елочку привяжу и поедем. Ну, готовы. Теперь пора под дорогу отправляться. Я вперед, а ты по моим следам. Ну, поехали. Поехали! Ты чего? Победим. Вам там за этими соснами два старика. Какие старики где? Березит тебе эти сосны. Нет же, я видела два старика в шубах и шапках. Нынче и деревья в шубах и шапках стоят. Пойдем-ка поскорее. Ушли? Ушли! Вон уж где, с горки спускаются. Ну, вид, это твои последние гости. Больше в нынешнем году людей нас в лесу не будет. Зови, братьев, в новогодний костер разводить. Молод курить, лед на весь год варить. А кто дров припасет? Мы и осенние месяцы. А кто горьку принесет? Мы и весенние месяцы. Кто будет жар раздувать? Мы и летние месяцы. Кто будет жар заливать? Мы и осенние месяцы. Что ж, брат, как будто все мы сгорем, Весь грунтый год. Запирай лес, чтобы ни входа, ни выхода не было. Плата затронут. Юга белая пурга, Сбели тучи и снега. Ты курись, ты дымись, Пухом на землю вались. Путай землю пеленой, Перед лесом стань стеной. Вот ключ, вот замок, Чтоб никто пройти не смог. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах. Вы совершенно правы, Ваше Величество. Это весьма неприятное занятие. Однако же осмелитесь попросить вас начертать, С собственным Вашему Величеству рукой, Еще четыре строчки. Ладно уж, диктуйте. Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною В сене к нам летит. Я напишу только травку зенелей. Травка зеленеет. Ну, а что у вас там дальше? Остались спросить, Ваше Величество, Сколько будет семью восемь? Не помню, что я. Да меня это никогда не интересовало. А вас? Разумеется, интересовало, Ваше Величество. Вот удивительно. Ну все, прощайте. Наш урок окончен. Сегодня, перед Новым годом, у меня очень много дел. Хорошо быть королевой, а не простой школьницей. А скажите, а будь бы я простой школьницей, И не ответила бы на ваш вопрос, сколько будет семью восемь? Что бы вы мне за это сделали? Не смею сказать, Ваше Величество. Да ничего, я разрешаю. Поставила бы в угол. Да вы, оказывается, жестокая тетка. Вы знаете, что я могу вас казнить? Ваше Величество. Ваше Величество, клядь жить я больше не буду своей спорить, Если это вам не угодно. Клянетесь жить? Ну хорошо. Тогда давайте продолжать наш урок. Не понял. Спросите у меня что-нибудь. Ваше Величество, сколько будет шесть и шесть? Три. Совершенно верно, Ваше Величество. А сколько будет восемь и восемь? Одиннадцать. Правильно, Ваше Величество. А сколько будет... Сколько, да сколько. Все спрашивают, спрашивают. Какая вы любопытная женщина? Нет бы самой рассказания, что ты рассказать что-нибудь интересное. Рассказать что-нибудь интересное, Ваше Величество? О чем же? Ну не знаю. Что-нибудь новогоднее. Ведь сегодня канун Нового Года. Ваша покорная слуга. Год Ваше Величество состоит из двенадцати месяцев. Да вы что? Правда? Месяцы называются январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июнь. Вон и сколько. Или что, знаете все по именам? Какая у вас замечательная память. Благодарю вас, Ваше Величество. Амгуст, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Боже. Месяцы идут один за другим. Только окончится один месяц, сразу начинается другой. И тогда еще не было так, чтобы февральн вступил раньше дворя, а сентябрь – раньше августа. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель? Но это невозможно, Ваше Величество. Скажите, пожалуйста, а есть ли я самый такой указ и поставлю на него самую большую печать? Ой, что, и это не поможет. Но вряд ли Ваше Величество понадобятся такие перемены в календаре? Ведь каждый месяц придется нам свои подарки и добавки. Декабрь, январь и февраль – катание на коньках, новогоднюю елку, масочные балаганы. В марте начинается снега-тайне, а в апреле с подснегом выглядывают первые подснеги. Вот, вот я и хочу, чтобы сейчас наступил именно апрель. Я очень люблю подснежники, но я никогда их не видела. Ваше Величество, но законы природы. Есть давно законы природы. А вы садитесь в саму квартиру и пишите. Теперь я вам буду диктовать. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит». Под праздник новогодний издали мы приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит». Почему всемилостивше повелеваем доставить к Новому Году во дворец полную корзину подснежников? Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Мы пожалуем дому столько золота, сколько поместится в его корзине. Подарим шубу на седой лисе и разрешим участвовать в новогоднем королевском катании. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит». «Брррр, холодный». «А что, мам, в эту картинку много золота войдет?» «Да, немало». «На шубку хватит?» «Что там на шубку, доченька, на полное преданное хватит?» «И на шубки, и на юбки, да еще на шелочке платочки останется». «А в эту картину много золота войдет?» «А в эту еще больше. Тут и на дом каменный хватит, и на коня с уздечкой, и на барашину с овечкой». «Ну, а в эту? О, а в эту еще больше. В золото оденешься, в золото обучишься, в золотом уши завесишься». «О, ну так я эту картинку и возьму. Надену кресло и шубейку». «Доченька, да я тебя из-за порог не выпущу!» «Погляди, какая метельная!» «А то ли еще к ночи будет!» «Замеркишь, песок?» «Ну, вы тогда сами в лес поступайте. Не берите подсвежников, а я их потом вот на этот несу». «Что же тебе, доченька, родной матери не жалко?» «И вас жалко, и золото жалко, а больше всего себя жалко». «Нечего сказать, хороша дочка. В такую погоду хозяин собаку на улице не будет, а она матерой любонит». «Как же вас выглядит, вы для родной ночи и шагу не ступите!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» «Слушайте, раз вы сами в лес не хотите, меня не узнаете, так пусть вот сестра отходит, он придет на улицу, а вы опять сюда пошлите. А ведь и правда, чего бы и не послать. Лес не далеко, сбегать недолго, наберет у нас цветочков, мы с тобой хво-дворец несем, а замерзнет. Ну, значит, такая судьба. Кто не плакать станет? Ну, вот и поезд в свой плен. Зади мне картинку, поможешь, что это себя выбрало. Что, на дворе метет? Ой, так метет. Ни земли, ни неба не видать. Ну что, отдохнула, обогрелась, надо теперь куда еще сбегать. Куда же? В лес? В лес? В лес? Я бы к Хворосту много привязали, где-то хватит. Да не за Хворостом, а за подснежниками. Разве что за подснежниками? Такое в небо. Я-то уже разве не поняла, что ты шутишь? Поверю. А я не шучу. Ты что, про указы слыхала? Нет. По всему городу об этом говорят. Тому, кто лишь подснежник заберет, королеву целую картину золота дать. Шубку на седу в лесе пожал и своих санях кататься позволит. Но какие же тебе подснежники снимались? Не пойду я. Не пойдешь? Где моя шубенька? Пусть она в зубенчике сидит, пироги ест, а я пусть пропаду. Ты куда? Садись на место, глупая. А ты? Платок на голову, корзину в руки. Не ступай. Да смотри у меня. И без подснежников не возвращайся. Закрой фельд, доченька. Уживать пора. Закрой фельд, доченька. Закрой фельд, доченька. Снеговая шапка упала, а Анюш почувствовал, что у меня кто с ветки прыгнул. А кому же здесь быть в такую гору? Звери-то все и только своим ворком обрядались. Одна яркость. Не пойду дальше. Какая разница, если мерзать? Вот есть я. Снеговая шапка упала. А что это там? Между видом светится. Как и прошит, так и мерзает. Вот тут звездочка в бедях забудет. Помегу. Все еще горит. Гори-гори ярче, лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее. Гори-гори ясно, чтобы не покасло. Гори-гори с леском, пусть по перелескам, где с укропы лягут, будет больше ягод. Пусть лисут колоду, пчелы больше ягодут. Пусть валя-гори селится, будто голосится. Гори-гори ясно, чтобы не покасло. Добрый вечер. И тебе вечер добрый. Если не помешаю я вашей беседе, позвольте у кастропа. Ну что, братья, по вашему позволим? Или нет? Не бывало еще такого, чтобы кроме нас на этого кастра сидел. Не бывает и не бывало, это правда. Да уж если пришел тон огонек наш, так пусть греется. Пусть греется, от этого жара костюм не упадет. Ну подходи, красавица, подходи. Посмотри, как бы не сгореть тебе. Видишь, какой у нас костюм? Так и вышит. Спасибо, дедушка. Я близко не подаю, я в сторонке стану. Ой, да у вас какой легкий, нажаткий. До самого сердца тепло стало. Отогрелось. Спасибо, дедушка. Девушка, а что это у тебя в руках? Картинка никак. За шишками ты, что ли, под самую Новый год пришла? Да еще и в такую метелицу. Не по своей воле я пришла, да и не за шишками. По грибам, что ли? Не за грибами, а за цветами. Отправила меня мальчиком в лес за подснежники. Слышишь, братец Апрель, за подснежниками, твоя гостья, принимай. Я бы и сама посмеялась, но не до смеха мне. Не велела мне мальчика без подснежников домой возвращаться. Но что же ей посреди зимы-то подснежники понадобится? Не цветы ей нужны, а зоны. Обещала наша королева целую казину золота тому, кто привезет ей казину подснежники. Вот меня в лес отправили. Плохо твое дело, голубая. Не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать. Я и сама знаю, дедушка. Надеваться мне нефть. Ну, спасибо вам и за тепло, и за приют. Погоди, девушка, не спеши. Братец Январь, уступи на час мне свое место. Я бы уступил. Да не бывает апреля прежде марта. За мной дело не станет. А ты что скажешь, братец Январь? Ну, ладно, так уж и быть. И я уступил. Спорить не буду. Ну, если так, будь по-вашему. Не трещите морозу в заповедном бару. У сосны, у березы не грязите кору. Волно вам воронье замораживать, Человечье жилье выхолаживать. Ну, теперь твой черед, братец Евраль. Ветры, бури, ураганы, Дуйте, что есть мочи. Вихри, вьюги, бураны, Разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, Вейтесь над землею. Пусть сбежит в полях Поземка белую змею. Ну, теперь твой черед, братец Евраль. Снег теперь уже не тот. Утемнел он в поле. На озерах треснул лед, Будто раскололи. Облака плывут быстрее, Небо стало выше. Зачирикал воробей веселей на крыше. Все чернее с каждым днем. Стежки и дорожки. И на вербах серебром Светятся сережки. Твоя очередь, братец Апрель. Разбегайтесь ручьи, Растекайтесь лужи, Вылезайте муравьи После зимней стужи, Пробирается медведь Сквозь лесной ворежник. Стали птицы песни петь И расцвел под снежки. Кто же ты стоишь? Торопись, Нам всего один часок Поративный подарок. Как же так? Будьте ради меня Весна, связи с зимой наступила. Глазам своим поверить не могу. Верь, не верь, А беги скорее Под снежники спирать. Ради на твоей девушке Не жалко Средизимную весну На часок подарить. Отчего же только на часок? Я бы с ней век не расстался. Да, хорошая девушка, Лучше хозяйки нигде не найдешь. Ну, раз по нраву она вам всем, Так подари ей свое колечко. Что ж, дари, Дел твое молодое. Ушел, а я в корзину набрала? Проворные у тебя руки. Да видишь, там видимо-невидимо. Спасибо вам, братья Месяца. Если бы не вы, Не видать мне больше Ни солнышка, Ни подснежных в весеннюю. Не мне кланяйся, Обрадуемому ему Апрелю Месяцу. Он за тебя просил, Он за тебя И цветы, и под снегу выиграл. Спасибо тебе, Апрель Месяца. Всегда я тебя радовалась, А теперь, как глаза увидели, Я так больше никогда не забыла. А чтобы правду не забыла, Вот тебе мое колечко на память. Если случится беда, Брось его на землю, В воду или в снежную сугрок, И скажи, Ты катись, катись, колечко, На весеннее крылечко, В летние сени, В тюрьмо костений, Да по зимнему ковру, В новогоднему костру. Мы придем к тебе на помощь, Все двенадцать придем, Как один, С красой, С метелью, С весеннюю копелью. Ну что, запомнила? Запомнила. Ну ступай, Это колечко мое береги, Его потеряешь, Меня потеряешь. Теперь послушаю, Что я тебе скажу, Про то, Кто тебе цветы дал, Не говори. Нам ведь это тоже Не положено порядок нарушать. Дружбы с нами, Не полись. Умру, А никому ничего не скажу. То-то же, Помни, Что мы тебе сказали, И что ты нам ответила. Но теперь, Иди домой скорее, Пока я твой влюх На воду не вытушу. Прощайте, Брось, Несица. Прощай, Сестрица. Ну, Брось, Собрей, Давай ко мне поспал. Пора. Из-за северных полей, Из серебряных дверей, На приболье, На простор, Выпускаю Трех сестер. Трех сестер. Трех сестер. ОТС. Трех сестер. А, Несица. Пора. С Новым Годом, Ваше Величество! С Новым Частьем! Часть-то у меня всегда новая, а вот Новый Год еще не наступил. А между тем, Ваше Величество, сегодня 1 января. Нет, вы ошибаетесь. Сколько дней в декабре? Ровно 31, Ваше Величество. Ну вот, значит, сегодня 32 декабря. Это прелестная новогодняя шутка и ее величество. Я вовсе не шучу. Сегодня 32 декабря, завтра 33 декабря, потом 34. Ну как там дальше? Продолжите. 35 декабря, 36 декабря, 37 декабря. Но это невозможно, Ваше Величество. Вы опять? Да, Ваше Величество. Опять и опять. Вы можете отрубить мне голову, можете подать меня в тюрьму, но 37 декабря не бывает. В декабре 31 день, ровно 31. Это заказано наукой, а наука для меня дороже собственной головы. Ну все, дорогая профессор, успокойтесь. Сегодня 32 декабря. И январь не наступит ровно до тех пор, пока во дворец мне не принесут подснежники. Как вам угодно, Ваше Величество, но их вам не принесут. Посмотрим. Ваше Величество, по королевскому указу во дворец прибыли подснежники и доставили две особы без титулов и званий. Привести во дворец двух особы без титулов и званий. Ваше Величество, по королевскому указу во дворец прибыли подснежники. И что, и есть подснежники? Да еще какие, Ваше Величество, свеженькие и лесные, только что их под сугробом, сами вали. Вот это настоящие цветы. Эти милые цветочки напоминают эти времена, когда была совсем маленькая и бегала по дорожкам парка. О, были маленькие и даже бегали по дорожкам парка. Это должно было быть очень смешно. Благодарю вас, Ваше Величество. Я буду хранить этот драгоценный цветок в золотом путляре. Лучше поставить его в стакан с водой. На этот раз вы совершенно правы, Ваше Величество. В стакан с прохладной, не кипяченой водой. А я всегда права, госпожа профессор. А вот вы на этот раз что-то ошиблись. Ну ничего, вот два подснежных, хотя по-вашему их зимой и не бывает. Благодарю вас, Ваше Величество. Не бывает. Очень хорошо. Итак, декабрь закончился. Наступил Новый год. Можете меня поздравлять. С Новым годом, Ваше Величество! С новым счастьем! Ваше Величество! Позвольте нам поздравить вас с Новым годом. Вы еще здесь? Здесь, в округе. Так и стоите в своей повторной консилочке. Ковмистик. Носите их так, где находитесь. Итак, апрель еще не наступил, а в моем королевстве уже есть поднежники. Что вы теперь на это скажете, госпожа профессор? Я теперь считаю, что это неправильно. Неправильно? Да, так и не бывает. Так, а ну-ка рассказывайте, где вы взяли цветы? Ну что же вы молчите? Рассказывают о Ваше Величество дело нетрудное. Труднее было поднежники в лесу отыскать. Сколько услышали мы с дочкой про коробедку Лукану, так и подумали обе. Живо не будет, а горе ее величества и полно. Да и пошли мы в лесу, а в лесу-то темно, а в лесу-то холодно. Ох, думаю, пропарим овер. Ну а что дальше такое? Дальше Ваше Величество было еще хуже. Все гробы все выше, это лес все темнее, и теперь все сильнее. Как дошли сами уходы? Можем сказать, на коленках, да ползли. На коленках? Ох, как страшно! Не перебивайте, как мистерина. Продолжайте. Смотрите, Ваше Величество. Ползли мы, ползли, ползли. Да это ползли до самого этого прекрасного места. И уж такое чудесное место, что и говорить нельзя. По селедке озера крупная как тарелочка, а вокруг него цветов видимо-невидимо. И что? Все подснежники? Все отец, это Ваше Величество. Я на них не видела. Это прекрасно! Мы все едем к этому озеру. Собирайтесь. Я так и знала. Какая прелестная затея. Как хорошо, как весело. А эти двух женщин посадим в передние сани. Они будут показывать нам дорогу. Какую дорогу, Ваше Величество? Озера твои нет. Как это нет? Мы с Сарей не знаем. Ничего не знаем. Как это не знаете? Это вы за цветами ходили? Нет, Ваше Величество. Это пачевица моя. Это она не в воду, а в лес ходила. А вы из подснежников нарвала. То есть, получается, вы во дворец, а в лес она. А что ж вы ее с собой не взяли? Да как же, возьмешь ее с собой. Она у нас людей боится. Будто зверушка, не знаю. Ну а дорогу-то в лес Ваша эта зверушка показать сможет? Да, уж верно, может. Ну вот, тогда вы собирайтесь и дать им лошадей. Мы подскажем за ними следом, а они со своей зверушкой ходят за нами. Поедут за нами. Слушаем, Ваше Величество. Ваше Величество. Стоп. Подождите. Это не все. Представьте к этим женщинам охрану. Да лучше, чтобы телгони не смогли от нас уезжать. Ох, батюшки. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вы говорите, дорогая профессор, будто в лесу плодятся дикие звери, но я никого не вижу. Я полагаю, что спят, Ваше Величество. Спят? Но ведь сейчас так рано. Многие дыхают еще раньше, осенью, и спят за самый весны, пока не растает снег. Но здесь так много снега, что он, кажется, никогда не растает. А вы как? Разумеется, Ваше Величество, я просто без ума от природы. Кстати, а где те женщины, которые должны были нам показать дорогу? Вот же они, Ваше Величество. Ну, наконец-то, ведите ее сюда. Сюда, сюда. Вот она, Ваше Величество. Не сводьте в небо, с вами. О, батюшки. Вот ты какая-то. Я задумала, ты косолапая, мохнатая. А ты очень даже красивая. Не правда ли она мила? Да, мила. Спасибо. Да ты подожди, Благодаритель. Я тебе еще картину золота дам, Саня, и по алмазному кольцу на каждый палец. Если ты хочешь, конечно. Спасибо, Ваше Величество, но не надо мне этого всего. Ой, да как же не надо. Слушайте, Ваше Величество, она у нас дура. Сама не знаю, что говорить. Нет, знаю. Было у меня колечко, а вы его взяли и отдавать не хотите. А ты что, видала, мы его брали? Они метаны, но знаю, что она упала. Так, ну-ка давайте сюда мне это кольцо. Давайте, давайте, а не то. Не так. Мое, другого такого на свете нет. Красивое колечко, красивое. Откуда оно у тебя? У него дали. Тебе? Дали? Кто же тебе его дал? Не скажу. Леда, она у вас и вправду упрямая. Ага, ага. Это ничего, знаешь. Бери свое колечко. Равка, спасибо. Бери, да помни. Я отдаю тебе его за то, что ты показала нам дорогу к подснежникам. А тогда не надо. Что? Не надо тебе кольца? Я его сейчас же в прорубь брошу. А-а-а-а. Жалко? Ага, ага. Мне, может быть, тоже жалко. Но делать нечего. Считай до трех. Раз. Два. Три. Ой-ой-ой. Ты что? И вправду подумала, что я его выкинула? Нет. Вот оно у меня на ладони. Скажешь только слово будет твоим. А не скажешь, выкину все чарки. Будешь упрямиться. Долго мне еще ждать? Ваше Величество. Что? Это недостойный поступок, Ваше Величество. Велите отдаст этой девушке кольцо, которым она, видимо, очень дорожит. А сами поедем домой. Простите меня, но ваше упрямство не доведет нас до добра. Простите меня, это я упрямая? А кто-то осмелит спросить. Нет, вы, кажется, забываете, кто из нас королева. Я или вы. Ваше Величество. Нет, 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 нет. Я и слушать больше не буду. Я сейчас я велю выкинуть это кольцо, это дреную девчонку и вас одно. Последний раз спрашиваю. Скажешь? Нет. Ну, прощайся уже со своим колечком. Ты катись, катись колечко на весеннее крылечко. В летнее сенье, в дерево, в осенье. Заподи в него ковру, к новогоднему костру. КОНЕЦ 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 Весна наступила! Не может быть! Подснежники! Все ушло по-моему! Кстати, где твой патч? Не знаю, Ваше Величество, убежала она негодная. Надо найти ее, ищите ее! Она мне больше не нужна! Я сама нашла эти цветы, смотрите сколько! Но я их больше не вижу! Правда, где же они исчезли? За ног появились ягоды! Это что, лето? Не может быть! Ах, это так! Настоящий месяц! Пажется, у меня начинается солнечный удар! Воды! Воды! Дождь! Да какой же это дождь! Это ливень! Вот, воды для беспожихов Мистрины! Не надо! Я и так вся вымокла! Да и то верно! Сейчас должно быть сентябрь месяц! Не может быть! Что же это такое? Есть сентябрьем! Есть! Б�, б�, б�! Тебя пропасите! Помогите! Жерна! Зима наступила Вот это с вами райанцев Ведь теперь январь месяц Как же холодно Да еще не холодно Хуже не бывает Сначала промокнуть, а потом замерзнуть Вы-то слышите? Что, ветер моет? Нет, Ваше Величество Это волки Говорила Ваше Величество Плохая-то была идея в лес ехать Подснежник бы не захотелось Вам золото Вы смеете так разговаривать со мной Ох, ручки мои Тише вы Идет вход Зачем сюда пожаловали За подснежниками За подснежниками? Не время теперь для подснежников Совершенно правильно Отвезите нас до дворца Я вас за это по-королевски награжу А мне ничего не надо У меня вон сколько серебра Вы столько не виды, друзья Не вы меня, а я вас одарить могу Говорите, кому что к новому году надо Я только одного хочу Во дворец поскорее Да только ехать не на чем Будет о чем ехать Ну, а тебе чего? Я бы хотела, чтобы все опять было на своем месте И в свое время Зима зимой, лето летом А мы у себя дома Исполнится А тебе чего ослужили? Да чего мне? У костра погреться, ладно, вот Замерз путь Погрежься тут Костер недалеко А нам опять пошел Хоть на накопленку Хоть на собачку Да только сейчас, поскорее Держите Носить вам их Нет, значит Ой, дура, ты дура Уж если шубу просить Да хоть на соболе, меху Сами вы дура Вам собачек раскрыться Лайте все время, как собака Ты собака Ты собака Ты, 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 ты Ты, 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 ты Ты, 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 ты Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давай! Раз, два! Вот и костёр. Не обманул меня тот старик. Правильно желаете, что компаники? Разрешите погреться? Отсаживайся, согрейся уже. О! Здорово, хозяин! Весёлый у тебя, конёк! Только позволь мне и седоков на их хибу пристроить. Наше солдатское правило какое? Сам погибает, а товарища выручает. Ну, если у вас такое правило, то такое правило и поступает. Пожалуйте, ваше величество. Пожалуйте, ваше милости. А вы поближе подойдите, теплее будет. Посмотрите, это же та самая девушка, что нам дорогу показывала. Только какая она нарядная! Так точно наше величество, она самая. Здравия желаю, красавица! Так, собирайте, мы едем дальше. Да полноте, ваше величество! Сядьте, погрейтесь вот немного, а то у вас суп на суп не попадает. Тихо! Ох, и конишь с нами! Я таких в королевской фейк уже не видел. Чьи же они? Чьи же? Ну вот, хозяйка стоит. Честь имею поздравить с покупкой. Не покупка эта, а подарок. Чьи же они? На место! Да мной собачьи шкуры отделяются, на людей бросаются. Ну ай, только общерди тут. И все кажется мне, хоть ты слышала уже этот лайк где-то, а где не помню. Может, и слышала. Так вы же с ними, кажется, в одном доме жили. Да пусть не может. Может, не может, а так оно и есть. Ну что ж гости дорогие, пора в путь дорогу собираться. Вместе же высоко поднялся, полом и последний. Только поторапливайтесь. Да мы бы и рады ехать. Да лошадки наши магнатые больше лают, чем везут. Вот если бы нас на тех, на белых конях подвезли. А вы к хозяйку попросите, может она вас и подвезет. Прикажете просить, Ваше Величество? Не надо. Ваше Величество. Что? Ваше Величество. Ведь до дворца еще очень далеко. А мороз, простите, январский, суровый. Да как же я ее просить буду? Я же королева. Вон оно что. А мы и не знали. Королева, говоришь, ишь ты. Послушай-ка, милая, подвези нас до дворца. Я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо Вам, Ваше Величество. Только не нужны мне ваши подарки. Ну вот, я же говорила. Разве что-то не так сказала? Вы бы не обещали ей больше никаких наград. Довольно уже было обещано. Отставай эту кокорьку. Подвези, сделай милость. Кажется, я поняла. Подвези нас до дворца, пожалуйста. Мы очень замерзли. А что ж не подвезти-то? Снизу. Садись, служивый. Не вези седоков. Наскопли шапку, ударами не потеряли. Конь у нас резвые, часы обгоняют. Минутки у них из-под копыт летят. Не обляйтесь, дома будут вместе. Прощайте, братья месяцы. Прощай. Прощай, сестрица. Забуду я вашего молокодного контраста. А я бы и рада забыть. Да не забудется. А добудется? Тогда помните. Здравствуйте, хозяева. Счастливо оставаться. Добрый путь. Зеркалом дорога. Прощай, смотри, мисс. Прощай, дорогая. Жди меня в гости. С Новым годом! На этом наша сказка закончилась. А ваша сказка впереди. Если кто-то хочет сфотографироваться с нашими героями, подходите классами. Нет. Все сидят на месте. Подходите классами. 1-й А-класс и классный руководитель. Приглашаем. Можете вставать, можете садиться. А-класс. Вы чуть-чуть поможете? Девочки, вы хотите...